Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Даст возможность спасателям вовремя оказать помощь. Специальную технику в Архизе на базе поисково-спасательного отряда показали членам Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. 1 октября должна быть обеспечена 100% готовность теплоснабжающих организаций. Завершаются мероприятия по подготовке хозяйственного комплекса Республики к отопительному сезону. Подоставлять радость не так уже сложно. Волонтеры Совета Федеранов Росгвардии привезли большую библиотеку постояльцам специального дома-интерната для престарелых и инвалидов. Это будет большой толчок к написанию будущих книг. Ряды Союза писателей России пополнили новые члены 5 жителей Карачаево-Чехиси. Сегодня в Архызе на базе поисково-спасательного отряда имени Вячеслава Дзираева состоялось в демонстрациях техники и оборудования с участием представителей Совета Федерации России. Председатель Комитета по обороне и безопасности Герой России Виктор Бондарев осмотрел технику, дал оценку работе спасателей и наградил их почетными грамотами. Из Архыза Алихан Лепшоков. Своими глазами увидеть оснащенность спасотряда специализированной техникой. Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев поближе ознакомился с представленным оборудованием. Данная специальная техника в случае появления чрезвычайных ситуаций даст возможность спасателям вовремя оказать помощь. Начальник Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС Андрей Мозгов подробно рассказал о назначении каждой спецтехники. Все это снаряжение необходимо в случае опасности в горной местности, отмечает сотрудник МЧС. Снегоход в принципе используется для доставки личного состава к месту происшествия, к месту чрезвычайных ситуаций. Это же должен быть на двухместном виде. Для того, чтобы вывозить, есть сани-волокоши, которые крепятся к этому снегоходу и теоретически мы можем вывезти либо пострадавшего, либо погибшего. Помимо спецмашины, членам Совета Федерации представили и снаряжение, необходимое спасателю при оказании помощи в сложной горной местности. Каждый из сотрудников МЧС подробно разъяснял особенности работы с тем или иным спецоборудованием. Председатель комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Герой России Виктор Бондарев дал свою оценку оснащению необходимой техникой и подчеркнул, что именно от профессионализма спасателей зависит спасение тех, кто попал в беду. «Вам еще раз говорю, в честь и фала, за ваш труд, за ваши дела. Все думают, вот, попал служить на Северный Кавказ, как у Бога за пазухой. Это говорят те, кто реально не владеет обстановкой и не знает, какие здесь бывают случаи и сколько здесь гибнет народа. Вчера ваш руководитель загладывал за год, если мне память не изменяет, более 90 человек. Поэтому, если бы вас не было, их бы было значительно больше». После Виктор Бондарев наградил почетными гранатами отличившихся сотрудников поисково-спасательного отряда. А в завершении все члены Совета Федерации, сотрудники МЧС и представители военного комиссариата Зеленчугского района возложили цветы к мемориалу защитникам перевалов Кавказа. Алихан Эмшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Архыз. В Доме правительства состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу Карачаева-Черкесии. На повестку вынесли вопросы готовности жилищно-коммунального комплекса к предстоящему отопительному сезону, а также вопросы платежной дисциплины жителей республики за потребленные энергоресурсы. Членам межведомственной рабочей группы поручено завершить мероприятие по подготовке хозяйственного комплекса республики к прохождению предстоящего отопительного сезона, а также по снижению образовавшейся задолженности за потребленный газ и электроэнергию. Напомним, 1 октября должна быть обеспечена стопроцентная готовность теплоснабжающих организаций. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 53 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 25 401 человек. Из них 22 557 выздоровели, 710 человек госпитализированы. В Карачаево-Черкесии углубленную диспансеризацию прошли более 3000 человек, переболевших COVID-19. На минувшей неделе Карачаево-Черкесию посетила комиссия Минздрава России, в которую вошли представители Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины. Члены комиссии ознакомились с тем, как проходит углубленная госпитализация в республиканском центре и отдаленных районах республики на основе черкесской городской поликлиники Деренчукской ЦРБ и ФАПа в ауле Даусус. По итогам проверки члены комиссии дали высокую оценку организации работы в медучреждениях Карачаева-Черкесии по диспансеризации населения. Напомним, что углубленную диспансеризацию могут пройти все жители старше 18 лет, перенесшие COVID-19, но не ранее, чем через два месяца после выздоровления. Ну а сейчас время прогноза погоды. Похоже, осень серьезно вступила в свои права. Каким будет завтрашний день и ждать ли тепла, расскажут наши синоптики. В Карачаево-Черкесии местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, ночью и утром туман, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 11-14. Температура ночи 2-7, в горах минус 4 плюс 1, а днем 7-12 выше нуля и местами до плюс 6. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 11-14. Температура ночи 5-7, а днем 9-11 градусов тепла. Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. Дорогие мои старики, чего не хватает бабушкам и дедушкам, проживающим свою старость в домах престарелых? На этот вопрос точно ответ знают волонтеры Совета ветеранов управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, которые взяли под свое шефство постояльцев специального дома-интерната для престарелых-инвалидов в станице Кардоникской. В этот раз они привезли настоящую библиотеку по их собственному же заказу. Патима Даурова подробнее о добрых делах. Поездка в дом престарелых в станице Кардоникской состоялась в рамках благотворительной акции Совета ветеранов Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Это уже не первый визит ветеранов службы к старикам. С первого посещения они прочувствовали, что для бабушек и дедушек означает хоть малейшее проявление внимания к себе. Что я чувствую? Боль. Боль. Я сам, видите, не мальчик. И страшнее одиночества. Нет ничего. Ничего. Это больно. Это очень больно. Вот заглушить эту боль. Мы пытаемся вот таким образом. Когда бывалый солдат, видевший на своем веку не одно боевое сражение по роду своей службы, говорит такие слова, все сразу становится на свои места. У нас ветераны. Основной принцип организации нашей это сострадание, содружество, взаимопомощь. Люди сострадание, это человеческий, ну, наверное, лучший признак человечности. Я не говорю о благотворительности, а именно о сострадании. Я говорю, вы там один раз побудете, увидите этих стариков немощных, и они всю жизнь будут у вас в голове. И вот это уже четвертый раз, наверное, да, Исмай? Четвертая акция. Ребята привозят продукты, одежду, обувь, постельное белье. Поймите, мы не финансируемся государством. Это все скидываются сами ветераны, пенсионеры. Волонтеров здесь встречали с особой радостью, с трепетным ожиданием в глазах. Старики радовались беседе, тому, что их уже узнают и приходят к ним в гости, как к старым друзьям. Долгие месяцы и годы каждый день видеть один и тот же потолок и одни и те же лица по соседней палате. Любому хочется разнообразия. Но они нашли альтернативу реальности. Это книги. В этот раз просьба заключалась в том, чтобы обновить их библиотеку. Бабушка Люда – заядлый читатель. С детства увлекалась детективами и классикой. Настоящую книгу она не готова променять на электронную. А есть книги, которые вы перечитываете время от времени? – Ой, есть Толстого Петра Первого. Очень люблю. – Ой, конечно, ждала. Новая литература чтила, это же бесподобно. И ждала. Это так прекрасно. И чувствуешь заботу о себе. Очень приятно. У меня большая такая радость. Более трехсот изданий пополнили местную библиотеку. Но прежде чем книги дошли до адресатов, они прошли этап санитарного обеззараживания во избежание заражения коронавирусом. – Как дети. Все любят, радуются, обсуждают потом. Вот привезли это, вот мне это понравилось. А я вот еще что-то заказала, а вот жду, а вот привезут. Стараемся им предоставить все услуги, которыми они нуждаются. Но душевного тепла да, им не хватает. В такой приятной и душевной обстановке было решено наградить отличительным знаком за службу на Кавказе сержанта Расула Кубекова, который в этом доме стал практически своим. Он часто навещает постояльцев, спрашивает об их самочувствии и узнает, в чем они нуждаются. Поэтому место для торжественного вручения было выбрано не случайно. Небольшие подарки и знаки внимания, книги, DVD-проигрыватели и диски с кинофильмами некоторое время еще будут напоминать об этой теплой встрече и ненадолго помогут справиться с одиночеством. Сегодня в очередной раз мы убедились, что доставлять радость не так уже сложно. Ваше маленькое дело может для другого человека стать большим. Фатима Даурова, Ислам Урума, Вести, Карачаево-Черкесия. В пресс-центре ГТРК Карачаево-Черкесия состоялось вручение билетов новым членам Союза писателей России. Их имена хорошо известна в республике, далеко за ее пределами. В ряды авторитетной творческой организации вступили Муминат Гонова, Мария Харатокова, Борис Бежанов, Тимур Джамакулов и Евгения Черняева. Поздравляя коллег со вступлением в Союз писателей, им пожелали, что бы их труды позволят возродить старые добрые традиции и не дадут угаснуть нашей литературе, говорили выступающие. Вступив сегодня в писательскую организацию, конечно, перед нами стоит большая ответственность. Встала. Ответственность стала еще больше и намного больше. Это большой стимул к дальнейшему творчеству, поэтому постараюсь такое высокое звание члена Союза писателей все-таки оправдать. Люди известные, которые, наверное, давно должны были быть уже членами Союза писателей. Прекрасное пополнение. Ваш путь в творчестве будет долгим, таким же светлым и теплым, как сегодняшний день. Я очень рада. Всех вас поздравляю. Ну, так принято, что мы работаем по секциям, а на самом деле это наша одна большая организация, в которой мы все помогаем друг другу, идем одной дорогой, как говорится. Экзотическое шоу «Али в Рувер» на манеже Кисловодского цирка. В программе представлены все жанры циркового искусства. О яркой программе расскажет Светлана Шаганова. Программа многожанровая. На манеже представлены все основные виды циркового искусства. Животные здесь словно спортсмены, представляющие сборную России на Олимпийских игр. Вы видели, чтобы лошадь вот так дефилировала легкой джазовой походкой? В цирке «Али в Рувер» все возможно. Не уступают в мастерстве и артистизме обезьянки. Очень понравилось. Артисты были молодцы. Мне особенно запомнился клоун. Программа была очень интересна. Такие красивые животные. Мне все понравилось. Было все очень красиво. Дведи были очень красивые. Все понравилось. Но больше всех мне понравилось. Это где обезьяны на осаде. Зал полон аплодисментов, улыбок и восторга. Экзотик-шоу «Али в Рувер» ждет всех на свои представления до 17 октября. Все! Все! Светлана Шаганова, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. Из Кисловодска. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас продолжение детективного сериала «Шуша». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова